шалом дорогие друзья мы говорим сейчас о третьей причине почему еврей может и должен оставаться евреем в плане самоидентификации при этом он может абсолютно иметь веру в еще миссии третья причина это завет новый завет новый завет был заключен с евреями как с народом и никогда в истории человечества бог не заключал заветов ни с каким другим народом изначально нашему прадедушке было сказано бытие 17 7 я читаю и поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в амен речь идет о том что бог вступил в завет именно с еврейским народом и только с ним второзаконие двадцать девятая глава с двенадцатого по 15 стих дети ваши жены ваши и пришельцы твои находящиеся в стане в стане твоем от секущего дрова твои до черпающего воду твою чтобы вступить тебе в завет господа бога твоего и в клятвенный договор с ним который господь бог твой сегодня поставляет с тобою дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе богом как он говорил тебе и как клялся отцам твоим аврааму и цхаку и акову не с вами только одними я поставлю сей завет и сей клятвенный договор но как с теми которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом господа бога нашего так и с теми которых нет здесь с нами сегодня аминь речь идет о том что бог заключил свой завет и со мной тоже потому что как с теми кто там стоял так и с теми кто там не стоял как это работает писание говорит что левий дал десятину находясь в чреслах авраама то есть до левия авраам родил и цхака и цхак родил иакова а яков родил уже левия четвертое поколение от авраама к левию то есть левий еще не рожден был но он уже дал десятину как был в чреслах то есть был семенных железах авраама как семя точно так же бог вступает в завет с семенем израиля и он говорит что заповеди эти распространяться на все поколения вперед и не только с вами одними он говорит сей клятвенный договор в этом тексте говорится что когда еврейский народ вступил в завет с богом и согласился с этим он стал его народом поэтому все последующие заветы или договора которые бог заключает с давидом и так далее новый завет частности о котором мы говорим он заключается с домом израиля и с домом иуды мы сейчас говорим о новом завете еще несколько стихов 13 стих непременно да будет быть и и 17 13 непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и куплены за серебро твое и будет завет мой на теле вашим заветом вечным аминь то есть фактически обрезание это завет который мы видим на своем теле с нашим богом и это завет вечный то есть он никогда нигде не отменялся первое паралипоминон 16 15 17 16 глава 15 17 стихи помните вечно завет его слово которое он заповедал в тысячу родов то что завещал авраму и в чем клялся и цхаку и что поставил иакову в закон и израилю в завет вечный и дальше как дополнение исаи 54 10 горы сдвинутся и холмы поколеблются а милость моя не отступит от тебя и завет мира моего не поколеблется аминь мы видим из писания что бог вступив однажды в завет с еврейским народом продолжает соблюдать этот завет несмотря на то что наш народ много раз его нарушал об этом вы прочтете и в 11 главе послания к римлянам и в 9 главе также вы прочтете послание к римлянам что заветы принадлежат именно еврейскому народу несколько слов я хочу дать комментарий по поводу того что обрезание это вечный завет мне однажды пришлось услышать мне один пастор сказал что если ты обрезайся или ты обрезаешь детей то ну там если обрезали тебя когда-то ладно а вот если ты сейчас пойдешь или вот то что детей вы обрезаете это все равно что плевать на распятого христа который висит на кресте и вот ты стоишь на него плюешь буквально тем что ты делаешь меня очень сильно возмутил этот факт потому что на самом деле еще тоже был обрезан и мы не можем плюнуть ему в лицо исполняя заповедь о которых он сам говорит что мы должны их исполнять и завет вечный который никогда нигде никто не отменил для евреев я подчеркиваю для евреев для язычников мы уже говорили постановили ничего такого делать не нужно именно поэтому в послании галатам и звучат эти стихи что галаты им не нужно было обрезаться это правильно поскольку язычникам это не нужно и в паралипоменон написано что это завет вечный в тысячу родов дело в том что тысячный род еще не наступил если бы кто-то сказал что это время уже до прошло то я могу это легко опровергнуть потому что написано до тысячного рода можете посчитать если в среднем взять что такое род род это поколение то есть дедушка родитель и сын вот три поколения три рода да вот так мы возьмем 30 лет пускай это будет в среднем 30 лет род 30 лет поколение хотя чисто по библейски если подходить то мы должны взять это как сто лет потому что написано когда евреи идут в египет им говорится в четвертом роде вашим выйдите из египта из египта они выходят через четыреста тридцать лет то есть четвертый род это четыреста лет плюс да чисто библейски если брать род поколения это сто лет но я упрощаю схем иду на встречу друзья 30 лет то умножьте 30 на тысячу это 30 тысяч лет но даже от адама не прошло пятой части этого то есть на самом деле нашей цивилизации на человеческий род насчитывает 6000 лет от адама по библии а заповедание идет от авраама то есть плюс где-то там 1200 полторы тысячи лет наверное от адама до авраама и потом вот уже авраам то аврааму если заповедал бог до тысячного рода а в паралипоменон вы знаете это последняя книга но которая находится в танахе в русской версии она идет сразу после книги царств но масорецкий текст на иврите заканчивается как раз второй книгой паралипоменон деврея мимо она называется на иврите и именно там обновление происходит вот этого завета так вот тысячный род еще не наступил если кто-то скажет что это было сказано тогда а сейчас в новом завете можно как бы сказать отменяется мы показали что нет на самом деле если это до тысячного рода то все остается в силе по сей день и даже если горы сдвинутся и холмы поколеблются завет моего мира не поколеблется то есть на земле может происходить любое все что угодно любые трансформации катаклизмы но завет бога с израилем не сдвинется с места даже на миллиметр в сторону другого народа иначе вы друзья верили бы в бога который сегодня договорился с одними завтра их бросил договорился теперь с другими и если вы верите в такого бога то такой бог вас тоже завтра бросит и откажется от вас потому что наш бог так не поступает и проверьте просто правильно ли вы верите в того ли бога который вступил в завет саврамом в того ли бога вы верите или может быть уже придумали другого бога нового который отвечает вашим каким-то требованиям но очень далек от образа описанного в танахе наш бог он верный он нейман наш бог он праведный он продолжает соблюдать даже если мы нарушаем и поэтому бог вчера сегодня и завтра тот же и он верен собственному слову поэтому пусть бог благословит всех нас амин